А сейчас я хочу поговорить о пользе лицетина. Меня спрашивают, ну что, нельзя обойтись без лицетина? Можно, но на самом деле, если мы его получаем с продуктами питания, надо знать, в каких продуктах его больше употреблять, эти продукты. Но если сказать конкретно, почему это важно, лицетин – это печень. В первую очередь печень, 65% лицетина стержится в печени. Если у вас проблемы с печенью, то надо употреблять действительно дополнительно, потому что он помогает при циррозе печени, при жировом гипотозе. Интересно, что лицетин помогает расщеплять жиры и вырабатывать ферменты. Также помогает усваивать витамины А, К, Д, Е. Но интересно, что сам лицетин, он не вырабатывается, его надо съесть с пищей. И если в печени он вообще крайне необходим, то вот по своей бывшей специальности я очень долго работала с детьми, и я реально понимаю, те, кто кушал лицетин, неважно в каких продуктах питания, дома ли, либо это были дошкольные учреждения, они лучше учились, лучше усваивали. Интересное научное исследование заключается в том, что если первые 12 месяцев ребёнок употреблял достаточное количество лицетина, ну это в первую очередь с молоком матери, то у него память лучше. А раз память лучше, то значит он и учится, обучаемость, это не только первые 12 месяцев жизни, это потом и детский сад, школа, институт, карьера, рост. И объём памяти зависит от того, хватало ли ему лицетина в эти первые 12 месяцев жизни. Если ребёнок, допустим, не ест лицетин, ну мама не может его обеспечить молоком или достаточное количество молока, или у неё самой лицетина там, ну нехватка, скажем так, она моего мало кушает, то как следствие, даже если он с первой группой здоровья, хотя сейчас таких детей практически нет, и даже если его родители живут в эко-месте и сами там с суперздоровьем, память, она будет зависеть от того объёма, который он получил с молоком матери. Поэтому я рекомендую добавлять лицетин в кормление. Ну это не только я, это все врачи, но я как вот тот, кто занимается с одарёнными детьми, если родители хотят именно развить способности, хотят улучшить их память, внимание, ну все когнитивные способности, то лицетин – это базово. Я в первую очередь за лицетин для мозга, для конкретно мозга, это как для детей, так и для взрослых, но не забывайте, что 65% – это печень, в первую очередь она заберёт. Все альвеолы клеточки, да, альвеолы лёгких, они состоят из лицетина, мембрана клеток, она состоит из лицетина, все нервные окончания состоят из лицетина, они, знаете, как изолента, они обволакивают всю нервную систему, и поэтому получается, как проводка такая безопасная. Поэтому, если вы чувствуете, что ребёнок нервничает, ну дайте ему лицетина, даже если вы не в память вложите, будет это вложение в нервную систему. Лицетин – это базовый продукт, и если вы думаете, что вы яйцами, ну взрослые, замените его, то хочу вас огорчить по десятку в день, это каждый день, и если у вас с холестерином будет всё в порядке, то, ну не знаю, я пробовала, через неделю мне уже запугарекать хотелось. Поэтому я предлагаю обратить ваше внимание на лицетин, как на базовый продукт для мозга. А об остальных продуктах, которые помогают развивать собственные способности, поговорим в следующий раз. Если вам понравилось видео, ставьте лайк.